Стою небесный, будешь жителем души истинным, И жизнь весной, и вся исполняя сокровища благих, И жизни подателю преди вселиться в ней, И очистенный от всяких скверных, И спаси благо души нашим. Господи, благослови наши занятия, Не дай уклониться ни налево, ни направо, Ты, с чего понимание божественных слов, Ты, прибыть с нами и все, вечер благодатный. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Первое послание Иоанна, вторая глава, С девятнадцатого стиха. Так, но я восемнадцатый прочту еще, Чтобы вспомнить, о чем речь. Итак, 1 Иоанна 2,18. Дети, последнее время. И как вы слышали, что придет Антихрист, И теперь появилось много Антихристов, То и мы познаем из того, что последнее время. И девятнадцатый стих, вот на него сейчас будем толкование читать. Они вышли от нас, но не были наши. То есть, об людях Антихристов речь идет. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, Что не все наши. Толкование. Он как бы сам себя спросил. Откуда эти Антихристы? И ответил. Они от нас. Так следовало бы сделать, Но он поступил не так. Быть может для того, чтобы свидетельство речи показать, Чтобы с литностью речи показать неприятность, Возбуждаемую ими. Для чего же Антихристы из учеников Господни? Для того, чтобы иметь доверие от обольщаемых. Чтобы обольщаемые думали, Что они, как из числа учеников, Проповедуют учения по мыслям учителя, Большой буквы. А не совершенно противны его проповеди. Посему, говорит, вышли от нас. То есть, хотя были учениками, Но отстали от истины и выдумали собственные хулы. Не были наши. То есть, из части спасаемых. Ибо в противном случае они остались бы в союзе со своими. Теперь же они вышли от нас, Чтобы сделалось явным, Что они совершенно стали чужды нам. Есть между ними и такие, которые не от нас, Но к которым присоединились вышедшие от нас. Ради них-то апостолы сказал, Не все от нас. Комментарии Игнатия Тихоновича Латкина На слова полкователя Боженного Ифилакта Обольщаемые думали, Что они, как из числа учеников, Проповедуют учения по мыслям учителя. Итак, комментарии. Сколько сегодня проповедей говорится И пишется в эпохиальных и мирских изданиях. Восклицательный знак. Да, действительно много. Но исключительно мало пишется в согласии со Словом Божьим. И когда приходится спросить авторов, Откуда вы это берете? Почти всегда в ответ агрессивный всклик. Ты за собой смотри, иди к своим баптистам, А нам не указывай. Такой ответ есть лучшее доказательство, Что сам автор написанного И написанное им, не знающим Библии, Сказанное не от Бога. Пожалуйста, ваше мнение На сей счет. Кто согласен или нет С толкователем, с комментатором, Ну, высказывайтесь, пожалуйста. Сегодня что-то мало народу. Четыре человека всего. Может, работают люди. Вот. Есть вопросы? Да, Райхан. Да, нет, говорю. Нет. Ну, вот тогда у меня вопрос. Вот как ты считаешь, Можно ли вот О секте свидетелей Иегова Сказать, что они вышли от нас? Не были наши. Были, были, да. Я лично знаю. Вот Лариса, Игнатий Тихонович, Помните, мы разговаривали? И она была у нас в доме. Вот как раз она была православная. И она вышла от православных И стала свидетельницей Иеговы. Да, да. Стала утверждать, Что Христос не Бог. Нет, не Бог. А до этого она твердо верила, Что Христос Бог, Была православной. Это сто процентов. Ну, да. Потому что у меня такое мнение, Что люди, которые попадают в секту, Они вот не были христианами православными. Почему я так считаю? Потому что в православной церкви Как раз вот учителя, так называемые, По слову Божию, это и не учат. Откуда им знать? Я беседовал просто с женщинами. Вот ходят много лет в храмы православные, А Христе-то и не знают о жизни вечной. А тут вы утверждаете, Что да, символ веры даже не могут рассказать. Поэтому о них, Об отдельных людях сказать, Что они вышли от нас. С натяжкой, можно сказать. Что они и не были, да? Они и не были православными. То есть, Иоанн пишет, Что да, были ученики Христовы, Учились у Христа. Иоанн был один из учеников Христовых. Они приняли все это, Все эту веру православную, Как мы ее сегодня называем. А сектанты вот говорят, Не было слова православными. В православии появилось слово, Когда секты появились, Когда появились вот эти антихристы, И лжеучителя, Которые стали утверждать, Что Христос не Бог. Или там, Что Отец иной. Дальше мы будем читать, Что Иисус, Родившийся от Девы Марии, А Христос, Не шедший с неба, Это два разные личности. Ну, тем не менее, Вы знаете такую женщину, Которая была православной, И вот пошла Провозглашать другую ересь. А почему так происходит? Они считают, что они ересь, Что у них все самое настоящее. У них все самое настоящее, да? А почему так происходит? Потому что они не были наши, То есть изначально не были В числе избранных. Что? Но не знали слова Бога просто. Не знали слова Бога. А здесь Иоанн пишет, Что вы знали, И тем не менее, Пошли за вот этими, За антихристами. Он их предупреждает. Оставайтесь в той вере, В которой вы Находитесь. Мы уже научили вас. Зачем вам За другими идти? Если этой женщине научили, Что Христос не Бог, Зачем ей слушать Те святели и Бога, Которые любят, Что Христос не Бог? Ну, вы же сами говорите, Что вот не изучали ничего, А тут вот изучение у них Со свидетелями. Многие же на это ловятся. Что там им ничего не объясняют, Просто прошла Литургия, Все разошлись, Никто ничего не задает, Никаких вопросов. Райхан, Мы опять к тому же и возвращаемся. Раз той женщине Ничего не объясняли, Как она могла быть православной, Я имею в виду По духу веры. Она не знала, Что Христос есть Бог. А тут ей сказали, Что Христос не Бог, Она это и приняла, Не потому, что она Ей предавать-то и нечего было, Никакую веру она и не знала. То есть эти антихристы, То есть вот о которых Иоанн пишет, Они предали эту веру православную. Апостол говорит, Не надо предавать, Не надо идти за уже учителями. Вот вот вас научили, То того и держитесь. А то оказывается, Женщину-то вашу подругу, То ничему и не научили. А если бы научили, Да правильно бы, Тут бы уже, Они бы, может быть, И зубы подломали бы на ней. Почему-то вот наши бабушки-то Крепко держатся, Еще и свидетельствуют. Да, сейчас вот, например, Хотите, я приведу пример? Дмитрий Кузнецов С Игнатием Тихоновичем тогда, С Сергеем Козловым Разговаривали они, Я смотрела. Ведь он же тоже был чтецом, Или что ли, Катехизис вел он. И что-то он взял и вышел, И сейчас он в одиночку сидит, Там проповедует все-таки. Тоже вот, Где его вера? Много таких у нас. То есть, Даже наученные люди, Написано, Потерпят кораблекрушение, А не наученных-то И говорить нечего, Их очень легко Все эти вот Сектантские, Все эти лжеучения Замолить. Очень жалко, Когда такие отходят С православия. А вот когда Из свидетелей Иеговы Обратно в православие Возвращается, Это чудо, Я считаю. Это единичные случаи, Такого в практике Встречается очень-очень-очень лет. А не потому, Что им же не разрешается Ни в интернете лазить, Не читать Никаких другой литературы. То есть, Самый настоящий Тотальный контроль Тоталитарный Если бы Подворкинский Если бы Выражаться. И общаться Только с другом. Евгений, Вам слово. Я хотел тоже Слово добавить. Вот сейчас На рынок ходил, Иду по рынку, Смотрю, Какая-то девушка идет. Ну, уже такая Не юная. Смотрю, У нее крестик висит. И такая Большая наколка На руке. Ну, я так подумал, Наверное, Она православная. Потому что Баптисты Пятидесятники Они кресты не носят На шее. Вот только Православные могут. Это носители католики. Ну, как она русская, Скорее всего, Она православная. Ну, то есть И наколка такая, Я так обратил внимание, Такая большая наколка На руке. То есть, как бы С крестом И с наколкой На руке. То есть, Ну, вот это Такие номинальные Сегодня православные, Которые Действительно Учения нету. Их не учат. Вот так вот Их крестили. И все. Они как бы Вот меня крестили, Я православный. И все. А учений нету. То есть, как бы Учения Христова Они не погрузились. То есть, как бы Духом Светом Их не учатся. Поэтому, да, Крестились. И все. Как бы Многих В младенчестве Крестили. И они веру В баптисты Не получили. Вот. То, что Хотел добавить. Вот. Еще вот Я вопрос Этих баптистов Позучал. Их как бы Штундами называют. Я вот Особенно там На Украине Их много. Вот. И Я так Понял, что Вообще Баптисты Они из православных Все там вышли. У них парни Вообще глубоко Там идут В православие. Если там Яговисты Они под вопросом Там откуда Они там Вышли. А баптисты Точно из православных Вышли. И вот На Украине Там их очень много. И вот У меня сейчас Теща на Украине Живет. И она говорит Что вот Их православные Там Она протестантка Их они называют Штундами. До сих пор Они их называют. Вот. То есть Что ходят Изучать И изучать Библию. И Ну вот То что Хотел Добавить. Еще кто-нибудь Сергей Добавит По этому поводу. А что По этому поводу Этому Серый. Ну что Оттуда От Слова Божьего Вот это вот Человек Просвещается Ну то есть Освещается Только Словом Божьим Только Словом Божьим Через слышание Прежде всего Нужно Нужно Посадить Человека За чтение Священного Писания Вот. Когда человек Освятится Будет Освящен Тогда уже Он Должен Входить В церковь Все А так Что Получается Получается Что Человек Ну как бы К ветхой Одежде Пытаются Пытаются Заплаты Новые Новые Заплаты При Это самое Пришить И все Оно При Малейшем Искушении При движении Ветра Они Отрываются Они Не будут Держаться На старой На ветхой Одежде Человек Должен Родиться Сначала Свыше Должен Прочтать Священное Писание Встретиться Со Христом Душа Должна Возродиться Должна Обратиться К Христу А потом Уже Все Остальное Нужно Будет А так Ну что Какая Разница Если Он не Понимает Жертвы Христова Если Христос Для него Еще не Пришел Для него Не Умер Заменили Одну Ветхозаветную Религию Там Жертвы Приносили На другую Такую И все Просто И ничего Не произошло Как было Так и осталось Ладно Тогда Еще один вопрос Хорошо Сейчас мы Православный Церков Как бы Немножко Оставим Костя Оставим Немножко В покое Вот возьмем Свидетелей Бога 50 Десятники Баптисты Протестанты Им удалось Усадить Людей За Библию С этим Трудно Не согласиться Ну Давайте Скажем так Что Действительно Каждая Душа Человеческая Ну Она Тянется От познания Бога Священному Писанию Вот Как бы Игнат Душа Душа Язычница Выйдет Язычница Она Я считаю Что в некотором Начинаешь С благодатью Ну Разговаривать Сатаной Не принимали Принимают Зашел Зашел в алтарь Он там служит Пока Пономарем Он крестится Нормально Если попал К архиерею Попал Уже и по диакон Он уже все Крест ломает Диаконом Стал Уже все Он крест Просто так Машет рукой Священником А архиерею Все Как только Стал служить Все Он Поэтому может Служить Судить Как вот человек Вот он Деградирует К сожалению Прости меня Господи Вот заметьте Заметьте Пришел молодой человек В церковь Он стоит в храме Он крестится нормально Вот Как только Он попал в алтарь Еще Если Пономарем Ничего А вот Если стал При архиереи Подиаконом Все Крест ломает Тут же ломает И декана Все ломают Крест Вот и все Отчего Это идет Непонятно Игнать 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 Сказом Оно вышло Что-то добавить Желаете Ну уходят Не по той Такой причине Что ничего Не знают Это характер Человека Который не получил Рождение Свыше И вы знаете У нас в общине Была Она не просто Была А активная Была корректором У меня Все знала И ни слова Не говоря В один день Перметнулась Свидетельма Иегову Сколько я труда Положил с нею Принесла все книги Все это дело И наконец Вернулась В никаких причин Не было Еще вздорный характер Непокоривость Кто-то обидел Сказал слово И она Вот я вам Просто чисто Человеческое Бросилась туда Начинаешь говорить Она Понимаешь Как помешанное Сделалось Все Что не было Молитвы Дома Непорядок Везде Смирение Самое главное Качество Которое боится Сатана При разговоре С Антонием Он сказал Сколько ты спишь Он говорит Один сейчас Он говорит Я совсем не сплю Уже два миллиона лет Сколько ешь Раз в неделю А я не имею Уже два миллиона И в рот не беру Как сотворили меня Он говорит Тогда смириться надо А вот этого терпеть не могу Вот отсюда вывод Она не могла терпеть Если кому-то давали слово А она в это время Не подняла руку Она до слез заходила Ревновала Почему я ей даю Это мне Никто не отказывал ей И как бы в отместку Она совершает этот поступок А дальше уже все Ее обуздали Нигде не ходи Не встречайся Ну Мы близко знакомы Она пришла Я с ней провел Столько часов вместе Она все Что ей дали Там Обложили книжками Все принесла И в определенное место Вот и все Так что причина разная Они были наши Наши значит знали Не только Сегодняшнее православие Эти люди были Около Иоанна Ну не будем же говорить Что Иуда не знал Христа Он был Доверенное лицо Его зачем мы поставили Банкиром Ну вот так Мое мнение такое Что все таки Если нет рождения свыше Человек ищет причину Показать себя А я отомщу Вот что то не так Молодой человек Раз Девчонка отказалась В петлю залез А при чем тут петля До таких Танек-манек На каждом шагу Прут-пруди Не по него И все На этой почве Сколько себя С собой покончили Так что Причин много Главное Нет страха Божия На первом месте Страх Божий Помогает смиряться Даже не так Ведет себя человек Не такой священник Я это знаю Надо трудиться над ним Молись Мне вот сегодня Только звонили Наша же Прихожанка Сын уехал И за кого-то Там поручился Кто За кого мог поручиться Когда сам И выпивает И все Поручился А теперь За кого поручился Нету А у этого Сделать нечего Они бомбят Теперь оттуда Родителей Они не знают Что делать Я говорю У меня Были такие Случаи Ну натравливали Священники Детей Они там С матерками Тут телефон Ничего не сделать Никакая прокуратура Не поможет Молиться Они меня заставили Молиться Это благо мне Я начал молиться И Господь их всех Отодвинул Я говорю Давайте вместе Молиться И все Больше сегодня Ни одного звонка Не слышно Вот мы Моментом Господь просто Попалил Все и нету Довериться Богу надо Отошел Ну и вот Еще К слову сказать Я когда был В поисках истины Тоже был на собрании У свидетелей Иеговы Ну Приличные ребята Такие доброжелательные Улыбающиеся Там Брат Там Все Мне так Понравилось Такое отношение А потом С батюшкой С одним Разговаривал За ним Что вы про них Скажете Я тогда еще Игнать Тихонович Я не знал Батюшка Это страшная Секта Страшная Секта А чем страшно Это Ну не пьют Не курят Не матерятся Не воруют Не прелюбодействуют Там У них Как-то Все Заповеди Чем страшно Это Он мне опять Нет Это страшная Секта Вы объясните Чем страшно Чем страшно Туда И вот этот вопрос У меня до сих пор Как бы Я-то сейчас уже понимаю Чем она страшная Но хотелось бы Вот от вас Тоже услышать Чем она страшная То что Священник Ему страшно Что они Конечно Проповедуют Люди уходят Свечек меньше покупают Может быть Там Ну может быть Не столько души Важны Я так вот Так вот думаю Ну а если души То не скажи Чем страшно Они ведут Глад в погибель Своим уже Учения Один из самых известных Миссионеров Дореволюционных Выпускал журнал Ревнитель Большой и толстый журнал Лазарь Моисеевич Кунцевич Это мне помогло Очень-очень сильно И он дает Определение секты Что такое секта Это Тире Нечто Грозное Зловещее И неуловимое Повторить для себя И запиши Грозное Зловещее И неуловимое И дальше он поясняет Каждое слово Вот я не буду говорить К следующему занятию Каждый кто хочет Пусть выступит Отца Дмитрия Дутко Спросили Что такое Что такое Ну Узость взгляда на истину Ответ На истину Узость взгляда У сектантов Всегда узость Он прочитал про субботу Все суббота Суббота Узнали имя Егова 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 Дальше он не может идти У православия знает И субботу И Егову Но что мы имеем Они не имеют И не знают Вот в эти два Изречения Постарайтесь войти К следующему занятию Хорошо подумайте Я полвека назад Это узнал Больше полвека назад И все время Вижу подтверждение Этих слов Это Просто Изречение Не от самого себя сказанное Все Так Продолжаем Евгений руку поднимал Я вот Еще слово маленькое Хотел сказать За свидетелей Но им надо Дать должное В их Как бы Ихнем благовестии Как то что они делают Вот я живу В Израиле Вот за всю Мою жизнь То что я здесь живу Ко мне никогда Никто не подошел Неважно Православные Католики Протестанты Кто это бы мне За свидетельство О Христе Никогда Ни разу не было Чтобы мне Просто человек Какой-то Прохожий Подошел С улицы И начал Говорить мне О Христе Но свидетели Яговы В Израиле Здесь Ко мне Неоднократно Ко мне подходили Неоднократно Было Что они Ко мне Подходили Поэтому Им Конечно За это Нужно Дать должное Как бы Да Они проповедуют Ересь Но так как Они ревностные Идут по улицам И пытаются Свою благовест Это конечно Они превозошли На сегодняшний день Всех И сектантов И всех Для ленивых Священников Этим они и страшны Наверное Тем что они Обличают Их не лени Они идут А вы сидите Монахи Приходите к нам Да я Христос Так научил Идите Они как раз Как Христос Учил И идут И идут И идут Этим Надо Получиться Благодарим Так Идем дальше 1 Иоанна 2 глава С 20 По 25 Стихи Впрочем Вы имеете Помазание От святого Небольшой буквы И знаете Все Я написал Вам Не потому Чтобы вы Не знали Истины Но потому Что вы Знаете И ее Равно Как и то Что всякая Ложь Не от истины Кто лжец Если не тот Кто отвергает Что Иисус Есть Христос Это Антихрист Отвергающий Отца И сына Всякий Отвергающий Сына Не имеете Отца А исповедующий Сына Имеет И отца Итак Что вы Слышали От начала То И да Прибывает В вас Если Прибудет В вас То Что вы Слышали От начала То и вы Прибудете В сыне И в отце Обетование Жи Которое Он Большой буквы Обещал нам Есть Жизнь Вечная Толкование Чтобы после того Как апостол Высказал Предшествующее Кто-нибудь Не подумал Что он Усвояет Знание Этого Только себе Одному И потому Хвалится им Пред прочими Верующими Он Прилично Прибавляет И вы Имеете Помазание Он Как бы так Говорит Но что я Рассуждаю Об этом С вами Как будто Вы И не Знаете Сего Нет Вы Сами Знаете Это Ибо При святом Крещении Вы Приняли Священное Помазание Через Оное Святого Духа Если же так То Знайте Что я Написал Вам Время Что Сильно Действуют Антихристы Что Все Полны Лжи Так Как Умножилась Ложь То И Сказал Я Что Появилось Много Антихристов Ибо Если Христос Есть Истина Считаем Евангелие Таана 14 6 И вы Познавшие Его Имеете Истину В себе То Очевидно Лжец Противящийся Истине То есть Христу Есть Антихрист А кто Лжец Тот Кто Говорит Что Иисус Не Христос Так Прескверный Симон Пустословил Что Иной Иисус И Иной Христос Иисус Родившийся От Девы Марии А Христос Нешедший С неба На Иордан Итак Кто Соглашается С этой Ложью Тот Антихрист Лжец И Антихрист И Тот Кто Отвергает Отца И Сына Ибо Иные Иеретики Из которых Вырвался Проклятый Валентин Говорил Что Иной Отец Безымянный И Иной Называемый Отцом Христа Сии же самые Отвергают Исина Когда Говорят Что Он Простой Человек А не Бог По естеству Бог От Бога Поэтому Апостол Присловокупляет Всякий Отвергающий Сына Не И И Отца И Иудеи Например Отвергают Сына И Присвояют Себе Знания Отца Но Пусть Значат Слова И Еще И И Доимеют Жизнь Вечную Сия же Есть Жизнь Вечная Да Знают Тебя Единого Истинного Бога И Посланного Тобою Иисуса Христа Ван Детана, 17-го, 30-й стих. Пожалуйста, вопросы задавайте. Нет вопросов, идем дальше. 26-27 стихи. Это я написал вам об обольщающих вас. Впрочем, помазание, которое вы получили от него, в вас пребывает. И вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте. Впрочем, полкование. Итак, если вы твердо храните у себя Духа Святого, которое вы приняли, то не имейте нужды, чтобы кто учил вас. Но как этот самый Дух научает вас всему, то в том и пребывайте, чему он научил вас. Ибо то, чему он научил вас, истинно и не ложно. Порядок такой. Так полученное вами от него помазание пребывает в вас, то нет нужды, чтобы кто учил вас. Но вам должно пребывать в том, чему оно научило вас. Вот здесь, что хочется заметить. Вот сектанты берут этот стих и говорят. Впрочем, помазание, которое вы получили от него, в вас пребывает. И вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Никакие учителя нам теперь не нужны. У нас вот есть Библия, мы помазаны Духом Святым. Нам не Златоуст, не Феофан Затворник, не Феофилак Болгарский. Зачем? Один авторитет у них только Библия. Один авторитет, да. И посредники нам не нужны попы. Что это такое? Един посредник, Иисус Христос, мы в него верим. Мы к нему напрямую обращаемся. То есть мозги свернуты на бекре. Здесь апостол Павел говорит. Ой, простите. Иоанн говорит, что он научил своих учеников истинной вере. От начала, вот на этом надо заметить. Подчеркнуть. От начала. То есть он их сначала научил, правильной вере христианской, православной. А потом уже после этого появились ереси, которые стали выводить от истины. И тогда же они себе присваивают это начало. Когда с ними начинаешь разговаривать. А когда вы образовались? Такое у вас начало? В каком веке? Ну, они говорят там, кто в каком. А до этого были такие, как вы веровали? Были, говорят. Назовите имена. Да зачем это нам? Ну как? Мы можем назвать. Начинаем с первого века всех перечислять. Так вот верили мы, как вот в первом, втором, третьем. А вы как? Кто так верил, как вы? Ну какая теперь разница? Ну большая разница. Вам учителя не нужны. Вы их отвергали, осудили, всех перечеркнули. Можно я скажу? Да, можно. Вот свидетели, они говорят, что в Писании много раз встречаются свидетели мои. Вот мы, а с тех времен мы и есть свидетели. Вот так. А я им нашла такой стих, Псалом 26, 12, там. Вы лже-свидетели. Я им стала показывать, теперь они со мной вообще не разговаривают. Слава лже-свидетели, да? Я говорю, я нашла для вас хороший стих. Вот почитайте. Всё, теперь они меня вообще знать не хотят. Слава Богу. Здесь есть очень интересный момент. Можно, да, Серёж? Да, можно, можно. Впрочем, помазание, которое вы получили от него, в вас прибывает. И вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое себе помазание, учит вас всему. То есть, вот смотрите. В то время, вот ты говоришь Библию. Библия – это хорошо, это для нас сейчас. А тогда ведь не было ещё священного писания, в общем, кроме Ветхого Завета. И то, книги-то были разобщены, они же не были собраны вот так в одну книгу. А были отдельные мгелот. Там одна, это, ну, в синагоге, может, были там все собраны, тутора полностью, да, пять книг. Вот, пророки были отдельно. А по домам-то, учил людей-то, и не было вот так вот этих книг Ветхого Завета. Если можешь, только Псалтырь, и то полностью. А Новый Завет, он как бы канон-то появился гораздо позже. До этого, да и апостолы стали писать уже чуть попозже, да. А здесь говорится, в вас пребывает вот это вот помазание. Мы сами являемся, как бы, Христос помазанник, помазанный, да, в Машех. Вот. А мы Машехим называем, да, стали называться в Антиохии христиане. Помазанцы, если на русский перевести, да, помазанцы. Здесь сказано, что мы все помазаны, вот. И Дух нас учит. Ну, поскольку мы сейчас вот, получается, в таком состоянии находимся, что только через Священное Писание можем учиться, через Святых Отцов, а напрямую. Мало кто имеет такую благодать, мало кто имеет рождение свыше, кто действительно является помазанным. Многие об этом даже не слышали и не знают. Вот, например, да, допустим, я вот посмотрел вот это, кто 24 приезжали там, на эти, ну, что, деревни там. Они выставили из какой-то Кемеровской, что ли, епархии, там какого-то молодого там, ну, не знаю, кто он там, молокосос какой-то. Там личико откушал. Ну, там портрет там у него в телевизор не вмещается такой, бритый портрет, который не вмещается в телевизор. Вот, и что меня очень удивило, и что о рождении свыше, это взято от пятидесятников. Знаток, знаток, честное слово. Вот была бы моя воля, я бы его бы дальше притвора не пустил. И то, если он хочет служить в церкви, мыть полы. И то в притворе, в храм бы не пустил бы мыть полы. Как, о чем говорит вот. Ну, и вот, и получается, что мы сейчас-то тоже невадимы, получается, Духом Святым. Мы даже Священное Писание читаем, и то ошибаемся, и то ошибаемся, и понимаем каждый по-своему, и там вот. А здесь вот были люди помазаны непосредственно Духом Святым. Они не имели даже нужды вот так в Священном Писании. Вот, что я говорю. Правильно, Игнат Тихонович? Такое же, Священное Писание, сейчас об этом же говорим. Ну, целиком Нового Завета не было, но мы считаем Евангелие от Иоанна, что самому миру не вместить. Но Евангелие от Матфея, как принято считать, появилось через пять лет. Марка через семь, Луки 15, а Евангелие от Иоанна через 35. И поэтому они имели, это мы считаем, житие Святого Севастьяна, и враги старались достать. Это первый век. Целиком не было. Это утвердит канон только уже 313-й год. 65-й, 365-й год, Ладийский садок. Это уже официально документ пришел, но, значит, Евангелие у них были. Новый Завет без откровения. Без откровения. А как они знали? Исследовали, приходили, бродячие назывались бродячие проповедники, и для них особые правила были написаны. Когда считаешь, так неужели по этому можно было определять? Да, вот это дедахи. Так хоть она ко второму веку вроде относится. Если проповедник пришел, у вас живет один день и два дня, это от Бога. Но если на третий день остался, это не от Бога, гоните его. Если уходя просит хлеба, если просит деньги, это лживый, гоните его. Такие простые меры были. Сегодня-то как их применить-то? Во-первых, бродящих, и никто не примет. Ладно, меня знают, я приезжаю в Москву, в другие города, там сразу в церкви переодевают, надевают стихарь, и я тут же проповедую. А в других-то местах это просто невозможно бояться. Правильно, ничего этого не было. И когда говорится, если едут и Писание, это все решило только о Ветхом Завете. Правильно Сергей говорит? Ну, я, собственно, не о том. Я говорил о чем? Что, впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает. И вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но, как самое сие, помазание учит вас всему. Именно помазание Духом Святым. Ну, рождение свыше, и помазание Духом Святым должно нас учить. Так, Сергей, это речь идет о нравственном поведении. Здесь только одна грань. Как жить правильно? Не быть пьяницами Дух Святой обречает, не участвовать в злых разговорах и обсуждениях. Но что касается спасения, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Тут нуждаются все в этом. Это общее для всех. Здесь конкретно разбивается как бы на две стороны. Вот говорит, не веди нас в искушение. На двое. Искушение от Бога, искушение от дьявола. А какое от Бога? Болезни, гонения, все. Другого нет. А остальное все человек обольщается собственной похотью, впадает в искушение. Так и здесь. Нужно просто разделение сделать. Дух Святой научает. А как ты знал? Как пить, есть, как жить, как беседовать, как тратить деньги? Это необходимо знать. Да, сколько давать? Дух Святой всему научает. Не было Писания. Но Писание, необходимое для спасения, было. С первого же дня. Оно не было написано целиком. Но уже они приходились письмами. Апостол Павел, Каринфин об этом говорит. Ну, жития святых мы считаем. Поэтому гонители, как... А то спустя 300 лет они все еще гоняли за Писаниями. Но редко-редко кто их выдавал. Отошел. Я все-таки вот считаю, что когда Иоанн говорил, что вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, он имел в виду не учителей церкви, а лжеучителей. Потому что он сам был учителем для своих учеников. А так он получается, как бы говорит, но вы покрестились, приняли, теперь я вам не нужен. Он их ограждает от лжеучителей, от антихристов, которые учили, что Иисус не Бог. А так и Христос говорит. И одних поставил в церкви апостолами, других учителями. А если учителя не нужны, а Дух Святой помазал, то зачем Христос учителей в церкви ставит тогда противоречие получается. Поэтому здесь, Игнатий Тихонович, прав нужно на двое разделять, смотреть. А то так мы и уйдем. Ахристос Аллахам, все его Евангелия, послания, они красной нитью от Духи Святого. Дух Святый наставит вас на всякую истину. На всякую истину. Здесь говорят, что вы даже не... Это понятно, что учителя нужны. Но тем не менее, что мы должны быть и вводимы Духом Святым. И должны быть помазаны. Ну, как? Я не говорю, что мы не должны быть помазаны. Я говорю, что нельзя отвергать учителя, как сектанты-то делали. Нет, никто не отвергает. Хотя сейчас, в наше время, лучше, конечно, и слушать так же. Выбирай себе учителя, выбирай учителя, смотри, не сбери себе волка. Вот так вот. Сейчас. Жирь. 28 стих. Итак, дети, пребывайте в нем, с большой буквы, в нем, чтобы когда он явится, Христос иметь, нам дерзновение и не постыдиться перед ним в пришествии его. Если вы знаете, что он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от него. Евангелие от Иоанна, 3 глава 1. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми божьими. Мир потому не знает нас, что не познал его. Вот и о рождении свыше, о детях, как раз говорится. Толкование. Сказав о появлении антихриста и о том, что все учение их разращено и достаточно убедив верующих, непреложно содержать то учение, которым они оглашены, так и оглашение у них было перед крещением. Апостол упоминает потом о назначенной на это награде, чтобы с верлостью награды как бы еще более укрепить их и говорит, пребывайте в нем. То есть во Христе, в слове Божьем, по-другому сказать, для чего? Вопрос. Для того, чтобы когда Он, Христос, явится, имеется в виду второе пришествие, наверное, да, иметь нам дерзновение о нем. Ибо что может быть славнее или желательнее дерзновения, то есть того, чтобы когда мы будем открывать труды наши в настоящей жизни, могли это делать с дерзновением, нисколько не стыдясь пришествия Его? Вопрос. А если мы будем идти за лжеучителями и проповедовать, что Христос не Бог, так какое у нас дерзновение-то будет? Стыд один будет. А как иные могли спросить, что же делать, чтобы сделаться благоугодными Ему? То апостол и этому научает, говоря, «Если вы познали, что Он праведен, то без сомнения знаете и то, что делающий правду рожден от Него, ибо праведный рождает праведных. А сколь великую честь и дерзновение доставляет это, всякий из вас знает, равно и как то, какова любовь и благость, которую Он подает вам. Ибо вы знаете, что Он дал вам право быть и почитаться детьми Его. Если же принадлежащие миру не знают всего, то есть того, что вы дети Божии, всему не удивляйтесь, ибо они не знают вас потому, что не познали и того, с большой буквы, кто усыновил вас, миром называют людей порочных. Потом, поскольку доказал сыновство, яснее говорит о предлежащей славе и дерзновении усыновленных. Возлюбленные, теперь мы дети Божии. Мир — это люди порочные и нечистые, привязанные к одной только страстной жизни, как свинья грязи. попросы дополнения. Никого нет? Так, продолжим тогда. Сергей! Второй, третьей стихи. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. и всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. Он с большой буквы. Толкование. Апостол как бы так говорит. Из предыдущего вы без сомнения узнали, что мы приняты Богом, как дети. Хотя это еще не открылось, однако не смущайтесь, ибо неизвестное ныне сделается явным, когда Он откроется. И мы, оказавшись подобными Ему, наглядно представим свое усыновление, ибо дети, конечно, подобны Отцу. Имея же дерзновение перед Ним, как дети, мы увидим Его, как Он есть. Впрочем, не по естеству, ибо это невозможно для сотворенного существа, а так, что чистый увидит чистого с большой буквы праведного, ибо подобные пристанут к подобному с большой буквы. Посему-то перед этим и сказал я только, что мы будем подобны Ему, а не одинаковой природы с Ним, ибо, когда я сказал бы «Ибо тогда я сказал бы не подобны, а такие же точно, как Христос, а как этого не будет, то я и сказал подобны, то есть по качеству славы». Заметить также нужно, что апостол не сказал выше «всякий, кто сделал или сделает правду, но делающий». Всегда, постоянно, «Ибо добродетели деятельны и имеют бытие только во время совершения, а когда прекратятся или остаются только в намерении, то не имеют и бытия». «В чем застану, в том и судить буду». Ну что здесь еще можно добавить? Пожалуйста, у кого есть желание высказаться. Сергей Игнатьевич хотел добавить. Да, пожалуйста. А вот с того момента, где я объяснял, что он имеет в виду помазания. Дальнейшее все до одного стиха говорят о том, что речь идет не о научении, а о нравственной жизни во Христе. Дела, дела, по делам Дух Святой научает и обличает. Человек живет свято, готовый христианин, ему только возвестить надо. Только сказать, что он умер. И никаких уроков, никаких семинарий Академии он может не проходить. Он должен поверить, что предсказали пророки, что придет Искупитель и изъязвлен будет за грехи наши, мучим за беззакония наши. Ранами у мы истрелились, как евнух. Ты веришь в это? Веришь? Что мешает креститься? Ничто не мешает. Готово дело. Уже христианин для всей страны. Он нравственный. И даже в дороге на этой трясущей колеснице он продолжал считать, Иоанн Златоуст говорил. Вот это мы и должны подчеркнуть. Что дает помазание? Помазание разделяет доброе от злого, тьму от света. Решительно Дух Святой этому научает. Здесь речь не о благовестии, потому что правильная вера была Иоанном. А эти, которые люди уходят, они сразу этого не надо, это не надо, делают, что хотят. Пьют, едят и рот корытом раскрыт все время. Не надо, ни поста, ни креста. Дух Святой этому не научает. Дух Святой показывает, как Павел, что смиряю, порабощаю тело мое, чтобы проповедуя другим, саму не оказаться недостойным. Я с кем из сектантов не говорил, практически ни одного не нашел за 50 лет, который эти стихи хотел бы воплотить. Я говорю, великий пост у православных. Вы знаете? Да, знаем. Но Павел говорит, не буду есть мясо и пить вина. Подражайте ему, мясо не берите во время Великого Поста. Ну а как? Так нам белки нужны. То есть все. Он зенки уже выкатывает и белки ему нужны. И не будет ничего дальше говорить. Бесполезное дело. Вот вся и вера кончилась. Живу в свое удовольствие. Я не пью, не курю. Ну, космонавт готовый. Возьмут тебя в отряд космонавтов. А для Бога-то ты должен тонко чувствовать, можно или нельзя. Как говорить? Как молчать? Как вставать? У него все иное. И на бытие. О чем Василий Великий так много говорит. Я очень хорошо их всех знаю. Разные-разные названия. Притом все одинаково себя ведут. Разговариваешь, да? Подражать Павлу. Отошел, в глаза не видел. Вот как Сергей говорил, уже в телевизор не влазит. Я говорю о том, что Дух Святой помазание дает. Дух Святой сразу обличит. Это неправильно. И одеяние, и трата на себя, и милостыня. Он не останавливается на десятине. А как Тавита 1.8, он сразу три десятины посвящает для Бога. Со скудной даже пенсии. Дух Святой научает. Отошел. Иными словами, скажешь, что Дух Святой это голос совести, внутренние мысли тебя то осуждает, то оправдывает. И это происходит в таинстве крещения, исходит Дух. Но правильно я рассуждаю, что человек, который перед тем, как принять крещение, он же оглашается Словом Божьим. А в крещении он как бы соглашается со всем, и такая печать получает. Да, я согласен, и отвергаюсь сатаны, и принимаю Христа как своего личного спасителя. То есть такой как бы и завершающий акт оглашения, и вход в церковь. Теперь я в церкви буду спасаться. Правильно я понимаю? И Дух Святой уже в церкви, в церкви, не в секте. Его ведет. Хотя он, мы рассуждаем, он и в секте. То есть они делают дела на разноселье, там, наркоманами там занимаются, чем они еще? И милости они тоже творят, по-моему. А Духа Святого, ну понятно, что не от дьявола они добрые дела делают. Но не в полноте, то есть у них Дух Святой. Не в полноте. Есть призывающая благодать, обращающая, нет благодати освящающей. Так, я понимаю. Да я думаю, просто не надо судить, непонятно. Дух, конечно, он дышит, где хочет. Но мы должны не забывать, что и бес в этот образ ангела света преобразуется. Правильно? Вот. Поэтому, если кто-то творит еще добрые дела, это не значит еще, что это все может и так быть, а может иначе. Господь судья. Дела откроются потом уже. Здесь уж как Господь смотрит. Ну, да. Ну, они тоже имя и Господа призывают. И вот они с одним вот пятидесятником я беседовал, а говорю, а почему не в православии-то, почему? На он мне место писания. Ну, как, Христос же, ученики подошли, вот, не ходят с нами. Он себя имеет в виду, мы же не ходят с православными. И Христос говорит, не запрещайте, пусть они сами по себе, они сами по себе. Ну, совершенно в другую сторону. Мы же тоже Христа прославляем, и кто прославляет имя Христа, не может быть впоследствии врагом. То есть, мы не враги, а почему не с нами? Не может ответить. Потому что вера другая у них, другая. Они не верят, что в церкви спасение. Церковь Христос там поставила апостолами, мучителями, и священством должно быть, священствами. Сейчас у нас уже пролетел, так быстро. Поэтому, у кого накопились вопросы, пожалуйста, задавайте. вот у меня родственница, она баптистка, и говорит, а вот ты уже спасена или нет? Я говорю, в смысле? Ну вот я знаю, что я уже в книгу жизни занесена. У меня такие шарики, я говорю, как это? А в православии же нет такого? Это вопрос? Да. Есть ли такое в православии или нет? В православии мы спасены в надежде, ты объясни, в надежде. Надежда не поставляет. Мы надеемся, что мы будем с Господом. А это дух самообольщения, что я спасен, и теперь дальше-то и делать ничего не надо, я уже спасен, и можно и грешить. А раз я спасен, в книге жизни никто меня оттуда не вычеркнет. А в местописании многие потерпели кораблекрушение веры, и со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Со страхом и трепетом, а когда человек утверждает, что я очень спасенный, то есть спасение уже не надо совершать, страха и трепета нет, а гордыня одна, и все, я спасенный. Сергей, можно дополнить к этому вопросу? Дело в том, что речь-то идет о книге жизни, вот здесь вот надо как святые отцы истолковывать, кто вносится к книгу жизни и когда вносится именно. Вот я к Игнатью очень хочу задать вопрос этот. Игнать, ответьте, пожалуйста. 32 глава, 32 стих книга Исход. Моисей это знал в Ветхом Завете. Спасение было не окончательно, еще нужно было дождаться Христа, но уже в книге в жизни вписанной. Если ты не помилуешь этот народ, изгладь меня из книги жизни. Про книгу жизни я слышал три раза. От трех людей слышал. И могу сказать всем, не знает, о чем говорить. Как Петр говорил, когда дальше говорится, ибо не знал, о чем говорить, от страха и от радости. Это говорил Моисей. Потом это сказал Павел. «Я желал быть отвлеченным за роды хмя по плоти иудеев, израильтян». И третий раз Серафим Царовский сказал, «Ни один из них не был там, где люди, которые лишились благодати и выщербнутые из книги жизни. А они говорили по ревности, не понимая, что говорят. Понимать можно то, что хотя бы как-то ты ощутил. Мне ни одной секунды в аду не были. И так мы должны понимать. А Господь говорит, не радуйтесь, бесы повинуются, не радуйтесь этому. Да они нас слушаются бояться, не радуйтесь, радуйтесь, что имена ваши записаны в книгу жизни. А когда Господь записывает, когда ты обращаешься, отрекаешься от прежней жизни. Я искупил вас из ада. Вот как Писание говорит, Он искупил нас. В момент, когда мы решительно отвергли сами себя. Это один из трех врагов, с которыми борется человек всю жизнь. А притязания плоти будут до смертного часа. Почему Бог оставил только одно лекарство? Пост и молитва. А монахи придумали, послушание дороже поста и молитвы. Христос говорит, ничего нет дороже поста и молитвы. Я понял, что это изрещение не от Бога. И оно не может быть Божьим, потому что вопреки Божьего. А вот искушает что-то тебя, пост объявляй, ничего больше не надо. И постоянно молись. Как Герман, монах, ответил Евдокии. Он назначил ей пост. Вот она пять дней постится где-то. Говорит, отвертутся тебе врата райские, и ты все увидишь и узнаешь. И так и было, явился ангел и стал с ней разговаривать. Да бери пост. А я пойду на работе, я упаду, то другое. Ну упадешь под ним. Ну вот понимаете, священники сейчас не крестят. Он подходит и говорит, младенца надо крестить. Нет, я не буду крестить. Почему? Я могу утопить его. Назовите за 2000 лет, когда было, чтобы ребенок утонул, когда его крестят. Ему же ладонь большая, священник закрывает нас дрюля, закрывает рот, воду и сразу вытащил. Хотя бы один, покажите, где утонул ребенок? Нету. Кто бы не пришел сразу крестить. почему? А его машина задавит. Как будто только человек зашел в церковь, сразу же кавалькадо машин стоят, ждут, когда он выйдет некрещеный, чтобы задавить его тут же. И притом отвечают все одинаково. В Краснодаре, в Воронеже, на Камчатке, в Барнауле все одинаково учат. Где они этому учились? В семинарии? А больше они нигде не учились. Вот и ответ. Мы должны прислушиваться, что нам говорит священное Писание. Книга жизни, в которой будут записаны наши имена. Этому нужно радоваться. Мы записаны. Можем потерять. Почему? Многие стали как враги креста Христова. Не только крест сорвали с себя, но и против страданий Христовых. Вот мне мусульмане говорят, вот эти, какой вы легкий путь избрали. Греши! Пошел к своему муллегу, к батюшке, то он тебя все снял. Опять греши, опять снял. Но нас так не учат Священное Писание. А вот как читали? Когда человек познал и отступает, то хуже неверного. Лучше бы не познать пути истины. Вот о чем Павел к евреям пишет. Нет для таковых жертв за грех, но некое страшное ожидание огня, готового пожрать противников. И мы должны говорить, наша радость, да, мы записаны, спасены в надежде. А точно на сто процентов буду ли я там? Павел говорит, я не достиг. Но не достигну ли я, как достиг меня Христос? Павел не знает, а сектанты знают. Надмение. Дымное надмение мира. Как говорит Иларион Троицкий, дымное надмение мира. Вот и весь ответ отошел. Еще вопросы? Давайте тогда 4-5 стихи прочтем и побеседуем. Еще вернемся к нашей прошлой теме Сергеем о грехе. Хотя вы много на эту тему говорили, но тема пространная и интересная на мой взгляд. Итак, 4-5 стихи 1-го послания Иоанна 3-й главы. Всякий делающий грех делает и беззаконие, и грех есть беззаконие. И вы знаете, что Он, Господь, явился для того, чтобы взять грехи наши и что в нем нет греха. Толкование. Подтвердив речь о правде, благами от правды, апостол хочет теперь показать то же от противного и что есть вон, и говорит всякий делающий грех. Он говорит как бы так. Вы усыновленные, делайте правду и не показывайте себя праздными от нее. Ибо как в отношении греха не тот грешник или беззаконник, кто совершил или совершит грех, но тот, кто держится зла и делает зло. Так и праведен не тот, кто не действует, но тот, кто делает правду. Грех даже и не уместен в вас, ибо Христос явился для разрушения греха, и как сам был непричастен к греху, так и вам, соединившимся с ним и утвержденным верой в него, не остается уже места грешить. Это и означают слова всякий пребывающий в нем не согрешает. Их шестой. Нужно также знать, что грехом называется отпадение от добра, а беззаконием нарушение положительного закона. То и другое имеют началом одно отпадение от добра, а другое преступление положительного закона. Но в сущности оба сходятся. Грешник уклонился от цели, назначенной по природе и в природе, ибо цель человеческой природы жить по разуму, далеко устранив неразумие, точно так же и беззаконник, неудержимо стремясь к злу, приступает закон, вложенный в природу. Вот такое толкование. Здесь на что бы мне хотелось обратить внимание, что всякий делающий грех, то есть делающий постоянно не раскаившийся в грехе. Он или постоянно ворует, или постоянно пьет, или постоянно блюдит. Вот у христиан нет такого. Или он называется запинающийся грех, то есть от греха, в котором нет раскаяния. И у нас спор возникли. О христиане, ну вот они же написаны, все мы согрешаем, все мы согрешаем, то есть ну так вот тогда тихо говорить, да, сами в себе мы понимаем, что дьявол постоянно идет борьба. Сергей, можно я еще один вопрос задам? Дело то, что есть место Писания, которое относится и к верующим, и к неверующим, то есть оно обобщающее, но такой имеет глубокий смысл, что если ты в него вникнешь, ты поймешь. Это у апостола Якова сказано в 4 главе 17 стихе Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. И вот сейчас свою жизнь давай разбирай. Сколько ты мог грехов уже совершить? Когда ты мог сделать добро, но не сделал, по ленности. Например, если ты не посещаешь больного, не ленитесь посещать больного, говорит. Потом кто Господа не славит, тот тоже написано не ленитесь, от авито написанных книг, не ленитесь Господа славить и так далее. Ну, здесь я как бы себя не оправдываю, да, я ну, во-первых, я больных посещаю и как там еще то есть я не утверждаю, что их не надо посещать. Вот тогда бы я грех. А то, что я там хотел посетить, не посетил или по ленности не пошел, ну, как по ленности не пошел, как по ленности не пошел. Можно спросить, вот вы посещаете больных только своей общиной? А, Сергей? Ну, почему же? Мама у меня не членовщина, я каждый день ее посещаю болеть. Да ну, как? Ну, это я не знаю. Ну, вот что, вот я теперь, если я в больницу не съездил, не знакомый, то есть я теперь грешник, супергрешник, и Господь меня теперь в ад запихает, что ли? Ну, я не знаю, как вот тут грешник, но... Ну, вот я тоже не посещаю никого, я дома сижу, домохозяйка. Ну, да, Господь, когда придет, скажет, больного посетили, меня посетили, накормили, меня накормили. Посещать надо, я это читаю, если бы я сказал, да не надо ничего, Господь, не надо никого посещать, сиди, Райханушка, ничего с тебе не будет. Будет, раз это написано в Евангелии, надо... Ну, а как мне посещать? Куда мне? В больницу съездить просто, да, и посмотреть, кто нуждается или как. Неужели ты ни разу в больнице за всю жизнь не была и не посетила никого? А, ну, в своих-то было, а вот, я думаю, это относится к тому, что чужих надо посетить. Ну, чужих, но... Сергей, можно добавить разрешение этого вопроса? Дело в том, что, когда человек родится свыше, он руководил Духом Святым, вот здесь вот надо руководиться Духом Святым, то есть Дух Святой, если тебя побуждает идти в больницу к кому-то-либо, тогда ты должен идти и там, ну, как сказать, я вот пошел, например, один знакомый у меня был, неверующий, он лежал в больнице, меня Господь побудил, я пришел к нему, начал, о Боге уже много от меня слышал, я начал другим там проповедовать, прямо в палате, меня в палату пропустили, там раздал материалы наши, то есть речь-то идет именно о руководстве Духом Святым, то есть Дух Святой побуждает, ты должен идти, не препятствовать этому, понятно, нудить себя иногда, иногда и другой Дух побуждает грех сделать, но мы имеем защиту Господа, противостоять злу, а который не имеет положения, у него и защиты этой нету. Вот Игнатий 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 хочет добавить. Да, пожалуйста. Это от внутреннего человека зависит. Сегодня ведь как прийти, вот они лежат все больные, я ее никогда не видел, не знаю, с продуктами пришел, а я не нуждаюсь, а вы кто, дальше только так и идет. Это момент. Вот со мной сидел в камере директор, он шел как за паровоза, там первые секретари, там целая вязанка судили, большое судилище было, а он как за главного. Север Владимир Митрофанович, Мамонтовский директор рыбокомбината, там все космонавты приезжали туда, главный рыбак Алтайского края. Очень важный человек. Ну, жена за него ходатайствовала, Нина Ивановна, мы дали ей адрес, она приехала в Москву, она все это припоминала, как меня приняли, там помогали с документами, и за еду не взяли ничего, я не знал, где остановиться, а ее приняли, ну, муж моей сестры, его мать там жила в это время. Я говорю, Нина Ивановна, а как мы с вами познакомились? Так я, говорит, в реанимации лежала, а я уже освободился. Я, говорит, глаза открыла в реанимации, гляжу, что-то такое, говорит, заросшее волосами у моей кровати на коленях стоит. Она под шоковой терапией для нее была. Ну, она без сознания, значит, выходит, я пришел, встал на колени, и больше ничего, все посещение, она ничем не нуждается, все у ней есть. А вот это она все припомнила, когда мы ее посетили уже дома, с Володей ехали. Это от нас 57 километров. Господь же покажет, вот это воскресенье прошедшее, мы ходили, она нищем нашей церкви, общины, еврейка, Фаина Соломоновна Королева. Ей только сделали, она ушла, у нас была в общине, ушла не по-хорошему, бунтовала. А тут, когда я зашел, у нее нога-то там так еще, и сама-то она лежит, она как в захолосе, это вы ко мне пришли, да я, я не могу поверить этому, мы все это засняли, в интернет выставим. Как мы с ней беседовали, она не против ничего, какая радостная была встреча у нас с ней. Вот, но она сказала, что я должна выписывать, она тяжелая, это операция, ну, шейку там, бедра сломала, видно, автобус там, остановился, или дернулся, и она упала. Вот какое дело. Я и никак не думал, но как только сказали, я еще как приехал, не успел по своим больным пройти. Дух побудил меня сразу, Дух Святой, пойти именно к ней, к ней. И мы видим, как там было, это все можно будет не рассказывать, а посмотреть. Я никогда, когда иду, у меня ничего с собой нету, ну, сестры берут, Татьяна там наберет, там фрукты разные, а у меня ничего нету, нету я и такой, как есть. Ну, конечно, у нас больных достаточно было, они очень рады, но почему не посетить? Они знакомы, незнакомы, и не пропустят сегодня. Вот посетил больного, заключение, если мне к родному пройти, я там не записан, меня никогда не допустят, сегодня посетить больного нельзя. Это говорилось тогда, как в Римской империи можно было приходить, к Павлу приходили, он приехал, когда там 7 гостиниц, где сколько людей было, и они спорили, разговаривали, уходили, говорят, спорят. Сегодня это невозможно, значит, как-то по-другому будет, или где-то сборы идут, или родственник какой-то есть, вот у меня одна была, у нее сын нехорошие дела делал-то, значит, она носила книги, попы узнали, перекрыли все, может, три книги только, три, всего три, а попы как кинули здесь, был этот, погибло Михаил, ну, просто ярые безбожники, можно сказать. Фамилия сама за себя. Она тогда, она когда пришла, познакомилась, которые люди там, и говорит, ваш сын в каком, в третьем отряде, и мой в третьем, а у него книги есть, нету, вот я дарю книгу, ну, чтобы он дал нашего посчитать, и она сколько хотела, столько отправила. Ольга Репина, это в нашей общине было, то есть, надо какие-то, выходы можно найти, но что это необходимо, Господь сказал. Как? Каким образом? Ну, только Бог знает. Игнатий Тихонович, а вот, например, старушка, вот, больная, но она не наша вера, не православная, ей тоже можно помочь? Конечно. Мы все родные братья по Адаму, родные сестры по Адаму. Ну, я сейчас рассказываю сейчас, она не член нашей общины, еврейка, а мы встретились, там как родные, родные. Вот, видишь как, я в прошлый раз говорил, там молиться, они стали молиться, сердце ее расположено. Теперь, наши сестры будут знать, где, когда ее выпишут, и какая нужна помощь. Мы уже никак не оставим. постараемся держаться поближе к ней. Все забыто, как будто никогда между нами ничего не было. Ну что, прощаться, наверное, надо, Сергей. Семь минут еще у нас. Шесть минут еще. я еще, я еще сдал. Игнарий Тихонович, простите, а вы не помните, отец Симеон Титов, в каком году скончался в Барнауле? Уполный такой. Да еще я не знаю, что ли, вот сегодня. Вот я не могу назвать, это надо мне посмотреть в книге, у меня помещено. У него рост был поменьше моего, маленько, 153 килограмма весу. Страшно просто. Страшно, все рассказывать нельзя, но... А в каком, в каком, в 90-е годы? Нет, раньше, раньше, намного раньше. Это где-то там, может быть, в 75-м, там где-то такое. Ой, так давно? Давно, давно. У меня он в книге есть. Есть. Когда его хоронили, 1 или 2 мая было, там страшное зрелище было, страшное. Я никогда не видал такого. Там у меня фотографии Володя Пенкин сделал, я говорить даже боюсь. Когда его в церковь поставили, огромное сваренное корыто, металлическое, и как из него там оно наполнилось, и когда по ступеням спускались, все наклонилось, как вся эта сукровица там текло, такое было зловоние на весь Барнаул, наверное. Ужас один. Видишь как? В конце концов, говорит, ел тайно, а вывалилось явно. Надо смотреть. А мы с ним встречались. Хорошие отношения были, но он был поп. Вот бабушка одна подходит, я хочу к вам на занятия ходить. А мы занимались тогда. Три раза в неделю по два часа. Три раза. По домам. Я говорю, впереди идет отец Симеон, и у него спроси. А он меня только что прищищал. Она подошла, отец Симеон, вот Игнатий там занятия, говорит, «Может, не ходи, это и сектанты». А я сзади иду. Только сейчас прищищались. Я ему помогал по хозяйству, там все. Они другими быть не могут. Зачем он это говорил? Зачем? Он тысячу раз знает, что я не сектант, как наш епископ говорил, он супер православный, епископы в Тихии. А он говорит, «Хм, это и…» Я пришел, ну, говорить даже не стоит. Все, все уже. У меня тут стучатся уже сколько эти. Простите, ладно. Спасибо. Ждем ваших роликов, Игнатий Тихонович. Помолимся, да? Давайте помолимся. ПЕСНЯ Благослови Патриарха, епископов, священников и паству, и всем даруй духовное рождение свыше. Правители наших благослови издавать мудрые законы и мудро править народом, и избавь от покушения на них. Услыши нашу молитву и даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет, и распусти нас миром. Тебе, Боже, хвала, слава, счастье и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. С Богом! С Богом! Обучай нас! До среды!